Ну, давайте будем начинать. Сейчас я вам расскажу о том, почему компания Веловей платит больше, чем любая другая компания в мире. То есть я уже работаю в компании 10 лет. Я являюсь, вместе с моим супругом Валентином, являюсь первым человеком компании на протяжении всех этих 10 лет. И, соответственно, разбираюсь очень хорошо в маркетинг-планах разных компаний. Мы зарабатываем больше всех. И, соответственно, я покажу, за счет чего это все происходит. Сегодня я хочу дать вам базу знаний, чтобы вы вообще, в принципе, разбирались в маркетинг-планах, чтобы вы могли брать любой маркетинг-план любой компании и разложить его по полочкам, понять, в чем достоинства и недостатки того или иного маркетинг-плана, чтобы вы могли посчитать деньги. Дело в том, что большинство новичков, которые приходят в сетевой бизнес, они не умеют считать деньги, они не разбираются в маркетинг-плане. И тогда, когда уже команда построена, тогда, когда уже есть что терять, они, к сожалению, вот в этот момент начинают понимать о том, что уже поздно что-то делать. То есть получается, что поздно что-то менять на перепуте, и, конечно, им потом приходится сложнее принимать решение о переходе в ту или иную компанию. Поэтому я предлагаю всем с самого начала хорошо разбираться в маркетинг-планах, научиться считать деньги и понимать, где вы сможете за одну и ту же работу заработать денег больше. Еще раз утверждаю, что наша компания платит больше, чем любая другая компания в мире, и сегодня я об этом вам расскажу. Для начала, немножко таких базовых знаний теоретических. Есть несколько разновидностей маркетинг-планов. Они изначально берут свою основу, можно сказать, в свои корни из Америки, тогда, когда сетевые компании начали выходить на рынок, и по мере того, как сетевой бизнес развивался, компании вводили тот или иной план вознаграждений. И самый первый, самый такой основательный, базовый, можно сказать, маркетинг-план, который есть во многих компаниях, компании, например, Amway, компания Reflay, компания Herbalife, и этот маркетинг-план в той или иной степени есть во многих других компаниях, это маркетинг-план ступенчатый, ступенчатый, и в дальнейшем сделали ступенчатый с отделением. То есть как он вообще устроен? Я буду показывать на таких рисунках, чтобы вы видели наглядно. То есть в разных компаниях сделана разная такая вот лесенка. где-то шаг больше, где-то шаг меньше, ну, например, компания Amway, например, ну, по крайней мере, так было, если там ничего не поменялось, там шаг, например, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. В каких-то компаниях шаг больше, в каких-то компаниях шаг меньше, в каких-то компаниях больше ступеней, в каких-то меньше, но принцип здесь какой? На всю команду, на всю компанию по этому виду бонуса выплачивается определенный процент. Где-то он может быть 21, где-то он может быть 22, 24 процента. То есть вот этот максимальный процент по этому виду бонуса, он фиксированный, и он выплачивается на всю команду. И, соответственно, дальше вы как партнер, вы получаете дельту, разницу между тем процентом, который есть у вашего партнера, и, соответственно, своим бонусом. То есть получается, если, к примеру, у вас, ну, допустим, 21%, а у вашего партнера, к примеру, 8%, да, то вы получаете дельту, ну, 13% в данном случае. То есть получается, что в зависимости от того, какой товарооборот у вас прошел за месяц, вы получаете дельту, разницу между процентом своим и процентом своего партнера со всей его ветки, со всей его команде. В чем преимущества вот этого маркетинг-плана и в чем его недостатки? Если говорить о преимуществах, этот маркетинг-план для компании, он стимулирующий, то есть получается с точки зрения компании он выгодный, потому что он стимулирует партнеров расширять свою первую линию, чтобы партнеров было много, чтобы человек, ну то есть, например, у вас, когда ваш партнер, например, у вас 18% и у вашего партнера 18%. Вам для того, чтобы вы имели с его ветки хоть что-то, вам нужно, чтобы у вас сбоку был еще дополнительный объем, чтобы у вас, соответственно, товарооборот был выше и вы имели возможность получать больше. Тем самым получается у вас, кроме вашего этого партнера, который уже имеет определенный процент, у вас сбоку должен быть определенный товарооборот. И вас постоянно компания таким образом стимулирует расширять свою первую линию. То есть, чем больше у вас людей в первой линии, тем больше, соответственно, у вас денег. Но здесь есть определенная такая засада. В чем она выражается? В том, что когда ваш партнер ваш догоняет по квалификации, вы с него зарабатываете ноль. Получается, что вам невыгодно иметь в данном случае много партнеров, которые имеют квалификацию такую же, как у вас. А вам нужно постоянно убегать. С точки зрения вас личного как лидера, вам, конечно, хочется иметь либо много маленьких партнеров, всегда вы будете иметь большой процент, ну, либо уже делать так, чтобы у вас был сбоку какой-то товарооборот. И, к сожалению, в таких компаниях, которые работают по этому конкретному маркетинг-плану, у партнеров всегда за товар. То есть, это касается компании, ну, то есть, у тех, у кого, те компании, у которых этот вид бонуса, либо он единственный, либо он основной, у этих компаний, у этих партнеров, у компании, у представителей, да, у дистрибьюторов, обычно у них дома за товарка. То есть, они обычно для того, чтобы не потерять процент, для того, чтобы у них вот этот процент от своей команды был, они обычно докупают какое-то количество продукции на себя, и тем самым, если вы к ним придете, у них там дома целый склад, потому что им нужно, ну, каким-то образом, чтобы они зарабатывали. Это касается многих компаний, которые работают на сегодняшний день, и на российском пространстве, и на зарубежном пространстве. Это касается и Greenway, и Enelia, и Amway, и Herbalife, и другие компании, в которых вот эта составляющая, она достаточно большая. При этом я хочу сказать о том, что я с большим уважением отношусь ко всем сетевым компаниям. Ну, я имею в виду продуктовые компании, те, которые работают честно, порядочно, несут пользу людям. Я с большим уважением отношусь ко всем коллегам, но так или иначе, я сейчас вам рассказываю просто достоинства и преимущества и недостатки разных видов маркетинг-планов. То есть, получается, ступенчатый маркетинг-план, вот он имеет такие достоинства и такие недостатки. Следующий вид маркетинга, и, кстати, давайте сразу расскажу, что в нашей компании, компании «Голови» есть все разные составляющие в той или иной степени, и у нас есть ступенчатая составляющая, она тоже есть, но она сделана несколько по-другому. То есть, если, кстати, еще дополню здесь по ступенчатому маркетинг-плану, когда ваш партнер, так, здесь, когда ваш партнер, например, догоняет вас, и вы имеете максимальную квалификацию, и он имеет эту же квалификацию, ну, в данном случае 21, да, в какой-то компании это может быть 22-24%, в этом случае вы получаете, вы будете получать от него определенный процент, но при условии, что у вас сбоку есть определенный товарооборот, да, то есть, если бокового товарооборота нет, то, соответственно, этого процента не будет. Вот, следующий момент, следующий вид маркетинг-плана – это маркетинг-план равноуровневый или уни-левел. В чем его особенность? То есть, в данном случае вы подписываете всех людей, естественно, в первую линию, да, как обычно, эти люди подписывают своих людей, и вот у вас получается такое солнышко, это тоже считается классический маркетинг-план, и в данном случае по этому маркетинг-плану, по уни-левел, вы получаете определенный процент с определенного количества поколений в глубину, то есть уровней в глубину, вот, то есть, получается, те люди, которых вы лично подписали, это ваше первое поколение или первый уровень, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. В чем преимущество этого маркетинг-плана с точки зрения партнера? В том, что вы, даже если у вас один, единственный есть партнер, вы с него, ну, то есть, получается, с определенного количества поколений, в зависимости от вашего товарооборота, от вашей квалификации, вы будете с него получать гарантированный процент, даже если он у вас один, даже если у вас их у вас три, то есть, тем самым, получается, что вы немножко чего-то даже сделали, вы с этого уже будете зарабатывать, то есть, в этом плюс. В чем минус? Минус касается в данном случае не начинающих партнеров, а для начинающих партнеров и тех людей, которых много не надо, да, то есть, в этом плюс. Но очень большой есть минус для тех людей, кто хочет зарабатывать много. Почему? Потому что, как вообще работает сетевой маркетинг? Он работает за счет геометрической прогрессии. Чем больше у вас поколений в глубину, тем, соответственно, у вас количество людей, например, то есть, если вы в первой линии, у вас может быть, там, к примеру, 5 человек, во втором поколении уже 25, во следующем поколении, там, уже 125, может быть, и так дальше, да. То есть, чем больше в глубину, чем дальше в глубину, тем у вас количество людей больше. Соответственно, количество людей больше эти люди покупают для себя или на продажу продукцию, если, соответственно, максимальный товарооборот у вас в глубине. Они могут быть у вас на, там, на 285-м поколении. То есть, например, у нас очень много поколений, я даже не знаю, 70, 80, там, 200 поколений в глубину на сегодняшний день в нашей команде. Я большинству этих людей даже не знаю, как их зовут, в каких городах или странах они находятся, но вот этот товарооборот максимальный, он находится здесь в глубине. И в равноуровневом маркетинг-плане вам платится товарооборот с ограниченного количества поколений. У вас может быть, там, 3 поколения или 7 поколений или 9 поколений в глубину, а дальше нет. И, например, у вас может так получиться, что, к примеру, в первом поколении у вас человек, который, ну, подписал там одного или двоих, да, и перестал работать. Но он, естественно, не уходит, потому что, ну, он какую-то копеечку все равно получает. Во втором поколении тоже там такой плюс-минус халявщик, в пятом поколении тоже такой. А вот на 25-м поколении у вас появился лидер, который делает миллионные товарообороты, но вы с него получаете либо 1%, либо 0%, потому что основные товарообороты в глубине, а вы получаете с ограниченного количества, понимаете? То есть вы тем самым теряете деньги. У вас нет мотивации работать с этой глубиной. Для лидера, который у вас там находится на этой 25-й глубине, у него, получается, ему невыгодно, потому что вы в него не вкладываете время, силы, и он не получает поддержки от вас как наставника. Вам невыгодно работать со всеми этими ребятами в глубине, потому что вы с них ничего не зарабатываете, хотя товарообороты миллионные могут идти. Соответственно, получается, в какой-то момент вы как лидер, у вас возникает демотивация, понимание о том, что, блин, я здесь недозарабатываю. То есть, и, соответственно, вы начинаете уже, построив организацию, вы начинаете искать возможность, куда уйти, куда уйти в какую-то другую компанию. Поэтому, получается, в тех компаниях, в которых это составляющие важные, самое главное, они, ну, то есть на уровне, когда ты начинаешь становиться лидером, когда ты уже хочешь иметь, зарабатывай свои, там, 100, 200, 500 тысяч, там, миллион, 5 миллионов, вот на этом уровне ты деньги недополучаешь очень сильно. Теперь, следующий маркетинг-план, он, по сути, самый доходный. Он выплачивает, по этому маркетинг-плану выплачиваются самые большие деньги. Это маркетинг-план бинарный. Бинарный маркетинг-план – это когда у вас есть два направления, две ветки. Вот это вы, да, и у вас, соответственно, есть две ветки. Вы ставите своих партнеров, когда вы их подписываете, вы первого ставите в одну ногу, второго во вторую, третьего уже под ним, четвертого под ним и так далее. То есть вы не строите вот эти все четыре, вот эти все ветки, а вы получаете, доставляете своих партнеров в одну ветку, в одну линию и в другую. Каждый, соответственно, достраивает себе вторую ветку. В чем здесь есть преимущество, достоинство этого маркетинг-плана? Это бинарный маркетинг-план. В том, что те люди, которые находятся выше вас, то есть ваши наставники или те люди, которые попали в бинар выше, они своих людей тоже ставят сюда. То есть получается, вот смотрите, у вас, если вот эти места заняты, вы следующего человека сюда поставите, ниже, еще ниже, еще ниже, да? Тем самым, получается, те люди, которые выше вас, они тоже сюда ставят. Вот этот человек, по сути, которого, например, поставил высшестоящий здесь в бинаре, вот в данном случае этот человек, он является, ну, тут можно сказать, подарок с небес. Это спиловерный партнер так называемый. Его вам поставил человек, который стоит выше вас в бинаре. Это даже может быть не ваш непосредственный наставник, он может быть даже не в вашей команде находится. Это партнер вашего, например, спонсора. И вы можете получать от всех людей, которые стоят выше в бинаре, вы можете получать сюда спиловерных партнеров. Вы этих людей можете даже не знать. Они могут находиться в разных городах и в разных странах. Но если вы стоите чуть выше, вы пожизненно с этих людей, которые ниже, будете получать свой доход. И тем самым, когда вы подписываете своих людей, например, да, то есть вот вы взяли и, к примеру, своего партнера, да, вот поставили одного сюда, другого сюда, третьего сюда, четвертого сюда, тем самым получается тех людей, которых вы поставили повыше, вы дальше, вы можете им не просто помогать, там, тренировать, им подсказать что-то, а вы можете им помочь построить одну ветку, и это будет очень серьезная помощь для вашего партнера. Чем интересны эти маркетинг-планы? Они быстро растущие. Они, во-первых, быстро растущие, во-вторых, они самые высокоплачивые. Преимущество бинарного маркетинг-плана в том, что даже когда твой партнер тебя перерастает, даже он тебя догнал по квалификации, к примеру, в отличие от ступенчатого маркетинг-плана, да, даже если он тебя догнал по квалификации, твой процент не уменьшается. То есть, если, например, здесь мы возьмем, да, в ступенчатом маркетинг-плане, у тебя 12% и у него 12%, тем самым получается, если ты будешь с него получать 0, когда он тебя догнал, или, например, у тебя там 15%, а у него 12%, ты получаешь с него всего 3%. Здесь, в данном случае, в бинаре, даже если твой партнер будет сильнее тебя, даже если он тебя догнал по квалификации или даже обогнал, ты с него получаешь, что тоже высокий процент, твой процент не уменьшается. Причем в сравнении, например, с маркетинг-планом Unilevel, если здесь ты получаешь деньги только до определенного поколения, то в бинаре ты можешь зарабатывать деньги хоть там 285 поколений, 1500 поколений, со всех поколений в глубину, со всех абсолютно, ты получаешь тот же самый максимально высокий процент. Вот в этом преимущество бинара в принципе. Именно поэтому бинарные компании выплачивают денег больше, чем другие компании. Но, и соответственно, как обычно выплачивается? Берется, сравнивается левая ветка по товарообороту и правая ветка по товарообороту. И с меньшей ветки выплачивается определенный процент. В каждой компании, которая использует бинар, каждый, ну, в этих компаниях свой процент, то есть разный процент в разных компаниях. В чем есть недостаток? Недостаток, ну, не то, что недостаток у бинара, а есть такой слабый момент с точки зрения вас, как партнеров вообще, да? Недостаток в чем? В том, что в обычных компаниях, которые используют бинар, в них ты людей расставляешь сразу. Вот ты подписываешь человека, ты с ним коммуницируешь на встречу, он говорит, да, я хочу подписаться. Ты его сразу расставляешь в свой бинар. То есть ты одного человека ставишь сюда, второго ставишь сюда, третьего сюда, четвертого сюда и так дальше. То есть ты, получается, их сразу расставляешь. Еще в тот момент, когда только они подписываются, активируют контракт. Изначально я могу сказать, что я провела тысячи встреч, и изначально я могу сказать, что очень многие люди, ты на встрече разговариваешь, человек вот такой, он все хочет, он готов работать, он такой весь потенциальный, он весь такой сильный, но кто-то, вот он действительно включается, начинает работать, а кто-то вообще никак не включается. И у тебя может таким образом получиться. Ну, из практики, опять же, знаю, что может получиться так, что если ты поставил в одну ветку, к примеру, сразу двух-трех сильных партнеров, и они начали работать, и они начинают делать товарообороты миллионные, а в другой ветке, то есть твоя задача сделать так, чтобы уравнять вот эти ветки, чтобы ветки были плюс-минус одинаковые, чтобы ты, потому что деньги тебе будут выплачиваться с меньшей ветки, и ты потом ставишь сюда, ты поставил сюда 500 человек, но все эти 500 человек не смогут уравновесить этих троих, если эти три сильно суперсильных лидера. И у тебя будут идти миллионные товарообороты под тобой, а денег ты получать не будешь, потому что ты будешь получать с меньшей ветки. Естественно, в какой-то момент у тебя возникнет разочарование, ты скажешь, так, как, так, я столько работы провел, где мои деньги, а ничего уже не изменит. В бинаре, если ты поставил человека, ты его уже не переставишь. Тем самым, получается, здесь в бинаре, в обычном я имею в виду бинаре, очень сложно уравновешивать ветки. Именно поэтому люди, ну, те, кто не знают бинары, те, кто по бинару не работали, они именно поэтому говорят, что бинар, то есть он быстро рассыпется, что там они долго не живут. Именно поэтому, потому что в большинстве компаний, в смысле не в большинстве, а во всех компаниях, в которых есть бинар, кроме нашей, ты человека расставляешь бинар сразу. У нас не так, сразу скажу. И могу еще сказать, что те компании, которые изначально бинар не сделали, они уже никогда бинар сделать не смогут. То есть если вы видите компанию, в которой есть, например, унилевел, в которой есть ступенчатый маркетинг-план, но нет бинара, они бинар никогда не сделают, даже если захотят. Потому что нужно людей расставлять либо сразу, либо при достижении определенной квалификации, потому что потом уже поздно что-то менять, ничего не изменить. Так вот, это вот основные маркетинг-планы. Есть еще матричный, но могу сказать, что матричный, он обычно используется в пирамидах, он в сетевых компаниях обычно не используется, поэтому я его рассматривать не буду. Теперь я расскажу непосредственно о нашем маркетинг-плане и покажу, какие составляющие есть у нас. Ну, то есть получается, что в данном случае это конструктор, да, то есть во всех сетевых компаниях есть элементы, элементы того или иного маркетинг-плана, да, либо унилевел, либо ступенчатого, либо бинарного в разных вариациях. И здесь вопрос только, в каких вариациях он используется и что туда заложено в качестве усиления. Начну с… Я не буду сейчас рассказывать про розничную премию, поскольку в данном случае я предполагаю, что вы пришли сюда, зарабатывая деньги, а не просто иметь хороший продукт со скидкой. Я буду рассказывать о том уже, сколько вы можете заработать. И за счет чего? Один из бонусов, которые наша компания выплачивает, а наша компания выплачивает много бонусов, они все суммируются. Один из видов бонусов – это бонус наставника. Он выплачивается вам за то, что у вас есть ваши партнеры, которых вы лично подписали в команду, или уже их партнеры. Если они делают товарооборот, каждый раз, каждый месяц, когда они делают товарооборот от 50 баллов, за тех людей, которых вы лично подписали, это ваша первая линия или ваше первое поколение, вам выплачивается 800 рублей. У вас нет ограничений. Вы можете подписать хоть 500 человек, хоть тысячу. То есть чем больше вы подписали, чем больше людей покупают продукцию для себя. Например, вы умеете, любите продавать. Вы можете продавать либо из своего личного объема из тех денег, которые вы купили что-то и продали. Пожалуйста, это разрешено и может. Но вы можете людей просто регистрировать и говорить, слушай, ты можешь покупать у компании на тех же самых условиях, по которых покупаю я. И, соответственно, за каждого такого человека вам компания будет платить 800 рублей. Если вы, неважно, на какой пакет вы зашли, то есть на базовый пакет, то есть вы активировали контракт на 50 баллов, вы, пожалуйста, уже этот бонус имеете. Если вы, когда вы зарегистрировались в компании и сделали первую покупку не на базовый контракт, а на стартап, либо вы перешли, то есть, в принципе, в любой момент можно перейти с базового, например, на стартап, вы будете получать не только за первое поколение, но и за второе. За второе поколение 200 рублей. Если вы зашли на бизнес-контракт или перешли в процессе на бизнес-контракт, вам будут платить за первое, второе поколение, за второе и за третье 200 рублей. Помните, мы с вами рисовали вот такой вот U-Level, да? И тут мы показывали, что чем больше уровней в глубину, тем большее количество людей. То есть, если вы в первом поколении, у вас может быть, например, 10 человек, допустим, которых вы подписали, во втором поколении у вас уже может быть их 30 или 50, а в третьем поколении у вас может быть уже 100 или 200, да? И вот со всех этих людей вы получаете деньги просто только за то, что они сделали покупки. Даже если у вас еще нет большой, огромной команды, у вас бизнес не ушел в лупь, вы не являетесь супер-лидером, просто вы умеете продавать хорошо продукт, вы уже будете зарабатывать вот такой процент. Это, считай, поравноуровневая составляющая. Это первый бонус, который выплачивается вам. Далее. Следующий бонус – это бонус накопительный. Получается, что все те люди, все те люди, которых вы подписали, у вас, как я уже сказала, что у вас их может быть неограниченное количество, эти люди, они выстраивают свою команду. У каждого из них есть своя команда, и, соответственно, эта команда делает, вот, вот эти вот все люди, да, они, у каждого из них своя команда. Кто-то, у кого-то, он сам только один, он для себя покупает, у кого-то целая большая команда есть. Соответственно, все товарообороты ваши, и стартовые покупки, и повторные покупки, они суммируются, и по итогам месяца компания подсчитывает товарооборот всей вашей команды, всей вашей структуры, сколько вы сделали, да, какой товарооборот сделала вся ваша команда. И в зависимости от товарооборота вам присваивается статус компании, текущая квалификация, и, соответственно, выплачивается процент по этому виду бонусов. Например, от нуля до пятисот баллов – ноль процентов, то есть вы просто представитель. Если у вас от пятисот до тысячи баллов – это четыре процента, от тысячи до двух тысяч баллов – восемь процентов, от двух тысяч до трех тысяч – четырех процентов, дальше – двадцать один процент. Могу сказать, что, например, в некоторых компаниях для того, чтобы иметь вот этот процент, нужно в четыре тысячи баллов, к примеру. У нас две, по сути. То есть каждый месяц вам нужно для того, чтобы подтверждать квалификацию двадцать один процент, или один карат – вам нужно иметь две тысячи баллов всей командой. Но первый раз, единственный первый раз, вам необходимо, чтобы вся ваша группа за любой период времени, то есть это накопительно, да, за любой период времени вам нужно сделать не меньше, чем три тысячи баллов, но не меньше, чем… Вот в последний месяц вам нужно сделать две тысячи баллов. То есть две тысячи баллов для того, чтобы иметь вот этот максимальный статус. Это один карат, да, квалификация. Тем самым, смотрите, если, допустим, сравнивать с некоторыми сетевыми компаниями, в которых вот такая ступенька, да, вот представляете, сколько тут вот лесенок нужно, да, пройти. В данном случае у нас количество ступеней, их немного, и разница дельта, да, вот тут в данном случае 4%, 4%, да, вот здесь вот в конце 7%. Получается, что даже если вы обгоняете своего партнера немного, ваш процент не 3%, а, например, 7%. То есть это уже хорошо. И для того, чтобы эту квалификацию достигнуть, очень легкие условия. Очень легкие условия движения по карьерной лестнице в сравнении с другими компаниями. Как выплачиваются деньги? Я уже об этом немножко ранее сказала. Получается, на всю команду выплачивается 21%, и вы получаете дельту, разницу между процентом вашего партнера. Ну, то есть если, например, он только зашел и зашел на минимальный статус, к примеру, он зашел на базовый пакет или на стартап, вы с его объема получаете, например, 21% с его покупки. Если у него 4%, соответственно, вы получаете 17%, ну и так дальше. Самое интересное и самое вкусное наступает в тот момент, когда ваш партнер ваш догнал, то есть вы сделали 21% и он 21%. Вот это самая выгодная ситуация. Если в других компаниях, например, это ситуация, когда вы получаете там остаточный доход, но он минимальный, он очень маленький, то в данном случае вы начинаете денег получать больше, а не меньше, наоборот. То есть это самая выгодная ситуация. Что происходит вот в этот момент? В этот момент, когда вы закрыли сами квалификацию 1 карат, вы занимаете место вверху в бинаре. Помните, я вам бинар показывала? Сейчас покажу еще раз. Вы смотрите, как только вы сами закрываете квалификацию 1 карат, вы размещаетесь вот здесь, вот в вашем бинарном дереве. И все люди, которые стоят выше в бинаре, они уже под вас могут ставить людей. Чем быстрее вы закрыли сами 1 карат, тем выше вы попадаете в бинар, и тем самым быстрее вы можете получать уже таких вот этих спиловерных партнеров. И дальше вы своих людей не сразу расставляете в бинар, в отличие от обычного бинара. То есть помните, мы здесь рассказывали, что вы здесь людей расставляете сразу, и вы уже не можете их переставить. В нашей ситуации мы единственная компания в мире, которая сделала управляемый бинар. Мы людей не ставим сразу в бинар, потому что потом вы их переставить не сможете. Мы ставим их только в тот момент, когда они закрыли первую лидерскую квалификацию. Для примера могу сказать, что для того, чтобы закрыть вот эту первую лидерскую квалификацию 1 карат, вот эту первую лидерскую квалификацию, чтобы закрыть, в принципе, вам иногда достаточно 3 дня или недели. То есть у нас есть примеры, когда вот эту квалификацию люди закрывали за 1 день. Просто вы зашли сами на бизнес на 500 баллов и привлекли еще 5 партнеров на бизнес. Все, вы один карат, и вы заняли место в своем бинаре. То есть тем самым вам не нужно год целый ждать. И у вас есть ваша команда, ваши люди, которых вы подписали. И, например, он был первый человек, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, они с разной скоростью делают товарообороты. Скажите, пожалуйста, звук есть или нет? Есть, да? Хорошо. Получается, что эти люди с разной скоростью делают товарообороты. И предположим, что из всех этих людей вы подписали там, вы сначала подписали одного, второго, третьего, но третий человек сделал, например, первым один карат. Он в бинаре займет место выше. Четвертый человек занял, то есть он после него сделал. Пожалуйста, вы его во вторую ветку поставили. Шестой человек сделал следующим, да? Потом второй сделал. То есть тем самым получается, а первый может вообще в бинар не попасть. Вы расставляете сюда только лидеров. И вы за счет того, что вы видите скорость, с какой скоростью люди выполняют эту лидерскую квалификацию, за счет этого вы можете уравновешивать эти ветки осознанно, ставя людей туда в одну или другую ветку. Тем самым у вас ветки уравновешены, и вы забираете у компании все, что вам положено. У вас ничего не остается. То есть вот все товарообороты, которые мимо проходят, они не проходят мимо вас. Вы с них полностью все забираете. Вы выкачиваете все деньги, в отличие от других бинарных компаний. Мы единственная компания в мире, единственная компания в мире, которая сделала вот такое усовершенствование, пока нас еще никто не повторил. Потому что это достаточно сложная, сложная с точки зрения реализации схема. И нужно иметь очень хорошее программное обеспечение, нужно очень хорошо все отладить с точки зрения всей поддержки, технической поддержки. И, соответственно, пока в мире нас еще никто не повторил. Мало того, у нас, с одной стороны, у нас управляемый бинар, с другой стороны, у нас динамический бинар. И у нас есть такой предохранитель, который защищает нашу компанию от того, чтобы перевыплатить больше, чем компания может позволить. То есть я сейчас не буду про это рассказывать сильно много. Но то есть есть определенный процент, то есть компания выплачивает в сети ровно 56% от всего товарооборота, который в компании прошел. Я имею в виду эту сумму после уже выплаты розничной премии. Вот от оптовой цены 56% компания выплачивает в сеть. Розничная премия сверху. То есть тем самым получается, что есть определенные ограничения. И если у компании много повторных покупок, чем больше повторных покупок в компании, тем больше процент по бинару. Могу сказать, что у нас были такие ситуации, когда мы по бинару получали больше 20%, 23,7%. Такая была ситуация. То есть в зависимости от того, какой процент по компании, он может меняться в зависимости от того, какая динамика. Сколько старковых покупок, сколько повторных покупок. Это по этому вопросу отдельно с нами позже в другой раз поговорим. Дальше. Самое интересное начинается тогда, когда вы растете по квалификации. Чем больше вы растете по квалификации, тем больше бонусов у вас добавляется, тем больше плюшек. Например, на квалификации Crystal, когда у вас есть 4 лидера, которые уже закрыли один карат, когда ваша команда делает товарооборот 2 миллиона рублей, это 20 тысяч баллов, в этом случае у вас появляется дополнительно еще 2 бизнес-центра без дополнительной оплаты с вашей стороны. Вы делаете ту же самую активность, вам не нужно эти бизнес-центры покупать, как в некоторых компаниях, вам не нужно делать дополнительную активность. То есть вы просто автоматом получаете еще 2 дополнительных бизнес-центра, и те же самые люди, которых вы бы поставили вот сюда, вы их просто ставите уже во вторую, ну вот в этот бизнес-центр. И вы с одного и того же объема получаете деньги 2 раза. То есть, например, вот вы получите деньги отсюда, выплачиваются в среднем там 10-15% с меньшего объема, вы получаете деньги в отношении этого бизнес-центра, да, то есть сравнивается левое и правое направления, вы получаете с меньшего. И уже с полученного объема, с которого вы уже получили деньги, вы получаете деньги второй раз, да, сравнивается вот эта ветка и вот эта. И вы, соответственно, получаете деньги еще раз, второй раз, два раза, по сути, в два раза удваивается ваш чек, то есть в два раза больше. Мало того, на квалификации Black Diamond, то есть вот у нас такая квалификация, вы получаете еще один бизнес-центр, вот мы получили уже, нам уже открылся вот этот еще один бизнес-центр, и у вас появляется еще одна ветка, и все эти деньги удваиваются еще раз, удваиваются. Можете себе представить? То есть это не недель-то какая-то маленькая добавляется, а, ну, это прям очень большой процент. Это очень круто. Ни в одной сетевой компании ничего подобного нет. Кроме того, компания вам выплачивает дополнительно еще 5% от повторных покупок, начиная от квалификации 3 карата, появляется бонус развития. Это для того, чтобы вы имели возможность, возможно, ездить по городам к вашим партнерам, может быть, иметь возможность, к примеру, там, снять офис или что-то еще, да, это бонус развития уже для лидеров, у которых есть повторные покупки. Кроме того, дополнительно ко всему, вы получаете деньги вот по этому плану Unilevel, да, когда, помните, мы рисовали определенное количество поколений в глубину, вот этот вот маркетинг-план, да, когда с определенного количества поколений вы получаете, по равноуровнему маркетинг-плану, вы получаете спонсорский бонус, и спонсорский бонус ваш идет до седьмого поколения, дополнительно это плюсуется, за то, что ваши партнеры зарабатывают ваш свой бинарный бонус, вам компания доплачивает, у них ничего не отбирает, но вам доплачивают до 50% от их бинарного бонуса. К примеру, допустим, вы подписали такого человека, как я, такого человека, к примеру, как Катя Савченко, такого человека, как, например, Наташа Иванова, такого человека, как еще там, ну, еще ряд, я не буду всех называть лидеров, да, и эти ребята, кто-то из них зарабатывает, например, 500 тысяч, кто-то зарабатывает миллион, кто-то зарабатывает миллион 700, кто-то зарабатывает 3 миллиона, да, ну, все по-разному, Кто-то 100 тысяч зарабатывает или даже 50. За каждого такого человека, которого вы лично подписали, за то, что вы его нашли, убедили, не бросили, помогли ему подняться, за это вам компания каждый месяц по жизни надоплачивает до 50% от его бинарного бонуса. Можете себе представить? Это реально очень круто. Этот бонус может составлять очень кругленькую сумму. У нас наши бонусы, это прям очень хорошая сумма, такой пассивный доход, это остаточная, можно сказать, пенсия, только на ней не 10-12 тысяч рублей, а она составляет прям очень много. Поэтому в данном случае это бонусы основные. Плюс дополнительно, еще плюсом компания оплачивает бонусы, например, автомобильный бонус. Как только вы, ваша команда вся, все вместе, вы делаете товарооборот от 12 тысяч баллов, 12 тысяч баллов это всего лишь миллион двести, ну то есть это совсем мало. За то, что вся ваша команда делает такой товарооборот, и у вас есть хотя бы два лидера, которые сделали вот эту квалификацию один карат, вам уже компания полностью оплачивает автомобиль. Представляете? То есть вам выделяется определенная сумма, большая, хорошая, которой достаточно для того, чтобы купить автомобиль и плюс еще оформить страховку. Ну то есть там сумма вся доходит. Вам оплачивается сначала первоначальный износ, вы берете кредит на покупку автомобиля, потому что в данном случае компания же не знает, вдруг вы потом возьмете, получили автомобиль и уйдете. Вам получается буквально 4 месяца подряд, например, в первый месяц уже выполнили условия, ну то есть у нас есть ребята, которые уже в первый месяц, как только они пошли в бизнес, они уже в первый месяц выполнили условия для получения автомобиля. 4 месяца так активно поработали, через 4 месяца они подали документы на оформление кредита, там за неделю, за две получили это согласие, и уже там через 5 месяцев, через 6 месяцев с момента старта в компании, вот сегодня, допустим, январь месяц, вы уже можете в июне, в июле получить свой новый автомобиль из салона. Причем вы можете выбрать автомобиль, вам не обязательно покупать только Mercedes, если вы не хотите, хотя мы лично получили несколько автомобилей в собственность от компании, сначала это был автомобиль CLA, он у меня до сих пор остался, потом GLA, потом E-Class, потом мы получили Range Rover, да, то есть вы можете каждые полгода, вы имеете право делать трейд-ин и менять автомобиль, если вы достигли большую квалификацию. В нашей команде есть ребята, которые точно так же уже заменяли автомобили, и у нас в нашей команде много десятков человек, я уже сейчас не знаю, сбилась со счета, может быть, 40 или 50 человек в нашей команде, которые получили свои автомобили в собственность. Это и в Казахстане очень любят Toyota, например, Toyota RAV4 или Toyota Prada, или они Camry берут, ну то есть ту, которая им нравится. У нас очень много ребят, которые получили Mercedes, у нас есть ребята, которые получили BMW, Mini Cooper, Audi, у нас есть ребята, которые забрали, какие автомобили, напишите, Infiniti, вот у нас Range Rover, да, в абсолютно разные автомобили, вы можете выбрать марку автомобиля, вы можете выбрать цвет, вам не нужно обязательно брать только белый или черный, вы можете сами выбирать. Если вы выбрали автомобиль более дорогой, соответственно, вы просто там делаете доплату, да, если это больше, чем компания выделяет на покупку автомобиля. Соответственно, это бонус, который вы получаете плюсом, плюсом к тем деньгам, которые вы заработали. Дополнительно к этому компания оплачивает путешествия, шикарные путешествия в разные страны мира в этом году. Если вы, например, в январе, феврале и марте, буквально вот эти ближайшие три месяца, подтвердите квалификацию сапфирм, а это небольшие товарообороты, я вам могу сказать, что это все достижимо, вам компания оплачивает неделю проживания на Мальдивах, причем еще и перелет туда. Мы были уже на Мальдивах за счет компании, нам компания в прошлом году тоже подарила Мальдивы, мы уже были и в Мексике таким образом, и в Америке, и на Кубе в путешествиях, в круизах, и плавали на яхте вместе с президентом по Карибскому морю, и в Таиланде, где мы только не были. И все это за счет компании полностью оплачиваемые шикарнейшие путешествия. Причем вы можете поехать, то есть если у вас семейный контракт, компания оплачивает на двоих. Плюсом к этому вы имеете возможность получать при достижении определенных квалификаций более высоких, вы получаете 50 тысяч условных единиц, 100 тысяч условных единиц и так далее. Вы на самой высокой квалификации дополнительных деньгам, вы еще получаете шикарный автомобиль Bentley Tiger, или какой-то другой, да, такого же класса, может быть вы захотите какой-то другой, который вам, например, сейчас пока не представлен здесь у нас, но может вы захотите что-то другое. То есть вы можете выбрать. В данном случае компания действительно заботится, заботится о нас, и компания очень щедро выплачивает нам вознаграждения. Она делает все для того, чтобы каждый из вас зарабатывал как можно больше. И я очень активно общаюсь с ребятами из других сетевых компаний. Я могу сказать, что для того, чтобы зарабатывать те же самые деньги, как есть у нас сейчас, в некоторых компаниях лидеры имеют по 50, по 70 тысяч человек в своей команде, для того, чтобы зарабатывать те же самые деньги, сколько я зарабатываю сейчас при 13 тысяч человек. То есть тем самым получается, что работать за те же самые товарообороты, которые в другой компании вы бы упахивались, много лет работали, наша компания платит денег больше в разы. Я вам рекомендую начинать действовать очень активно, я рекомендую вам рассказывать о преимуществах, о достоинствах нашего маркетинг-плана. Я вам рекомендую разбираться и уметь читать, потому что большинство сетевиков других компаний не дозарабатывают деньги. Если они просто увидят, сколько они могли бы заработать при нашем маркетинг-плане, уже все бы сетевики бросили свои компании и пришли сюда. Поэтому вам нужно просто им об этом рассказать. Я думаю, что на сегодня та информация, которую я дала, она достаточно для принятия решения для вас. Рекомендую работать активнее и зарабатывать те деньги, которых вы достойны. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, вы можете на эти вопросы мне задать, и, соответственно, я на них отвечу. Отвечу.